МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Снежный коллапс. На уборку Рязани вышло 100 единиц техники. Транспортная математика. В общественном совете определились с новыми маршрутами. Недетское питание. Парочку влюбленных из рыбного поймали с наркотиками. После мощного ночного снегопада Рязань встала в 10-бальной пробке. Сильнее всего движение было затруднено в Дашковой песочне. Заторы появились на улицах Новоселов, Зубковой, Большой. Пробка образовалась даже на московском шоссе. Несмотря на то, что городские службы еще с ночи приступили к уборке. И вывезли с улиц 3,5 тысячи кубометров снега. Южный циклон нанес снежный удар этой ночью. Многим водителям пришлось буквально откапывать свои машины с утра, чтобы выехать на работу. Коммунальные службы Рязани переведены в режим повышенной готовности. В круглосуточном режиме проводятся работы по очистке дорог и тротуаров нашего города. Ночью было задействовано 88 единиц техники, на настоящий момент 108 единиц. Работы проходят также в ручном режиме по очистке пешеходных переходов, тротуаров, остановок общественного транспорта. Работы будут продолжаться и сегодня, и завтра до того момента, пока город полностью не будет очищен от снега. Спецтехника работает по всем районам города. Задействованы самосвалы, погрузчики, бульдозеры. Тракторы щетки расчищают ротуары центральных улиц и общественные территории. А подрядчики вывозят снег. Мы готовимся и готовы всегда к выпадению осадков. Да, в ближайшее время по предварительным прогнозам ожидается еще один снежный заряд. Примерно через сутки, если прогноз оправдается. Несмотря на то, что это выходной, выход на работу планируется в полном составе. Люди будут работать всем и при необходимости убирать город. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим. Пешеходам также необходимо быть внимательными и аккуратными на дорогах. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Троллейбусный маршрут номер 2, проходящий мимо вокзала Рязани-1, скорее всего, подхватит коммерческие автобусы. Об этом говорили сегодня на общественном совете при управлении транспорта Рязанской администрации. Напомню, из-за нескориентальности движение «двойки» в городе было временно приостановлено. Но для рязанцев, приезжающих на электричках и поездах, это стало дополнительным неудобством. Маршрут троллейбусной «двойки» – один из старейших в Рязани. После его приостановки фактически без сообщения остались и железнодорожный вокзал Рязани-1, и местный Первомайский рынок. С этого начал свое обращение к властям представитель общественности Михаил Шибанков. Людям, приезжающим на поездах, да еще и сумками, километровый отрезок до Площади Победы дается с большим трудом. Поэтому оставлять все как есть, по словам Михаила, неправильно. Существующий маршрут троллейбуса номер 5, часть машины, можно будет перенаправить через вокзал Рязань-1. Сейчас считаю нецелесообразным запускать второй троллейбус, так как, в принципе, его маршрут в большей степени задействован пятым троллейбусом и другим общественным транспортом. Запуск еще одного троллейбуса по вокзальной нерентабелен, утверждает сегодня в управлении Рязанского троллейбуса. И говорить об этом можно только, если нет альтернативы. Но оставлять улицу совсем без общественного транспорта действительно неразумно, поэтому на помощь должны прийти городские власти. Может быть, какую-то найдем альтернативу коммерческих переводчиков, попросим. То есть, там, ну, есть же какие-то маршрутные... Ведь пассажирпоток, он не такой большой, вот, инвалидов, пенсионеров. Я согласен, это социально незащищенная категория граждан, на которых нужно в первую очередь обращать внимание. Но почему именно троллейбус? Давайте обратимся к автобусам. Экономически 2020 год управления Рязанского троллейбуса закончилось нулевым балансом. Впервые в своей истории. И это в условиях пандемии и при весеннем локдауне, когда пассажирпоток упал катастрофически. Отсутствие убытков, по словам начальника управления транспорта Андрея Михно, прямое следствие сокращения расходов и нерентабельных позиций. Но власти готовы услышать рязанцев. Пришла электричка, ну и просто как вот, проводите опрос, правильно? Никто не отвечает, не говорит, что... Хотя в каком направлении вам необходимо? Городская роща, Ташково-Песочный, Ташки военные, Московский, Канищевый. Собрать хоть какую-то аналитику, чтобы действительно мы себе, повторюсь, не можем позволить, вот просто чтобы техника работала в холостую. Априори не можем позволить. Потому что каждый неперевезенный пассажир – это увеличение себестоимости километров пробега. Поэтому более конструктивно давайте вы нас, как общественный совет, вам лучше знать, вы с людьми общаетесь, вы видите с другой стороны, понимаете, всю эту систему. Давайте нам задание, что нужно просчитать, что нужно просмотреть. Один из основных приоритетов – смена автобусных маршрутов с заездом к вокзалу. Упор сделали на 49-й, но возможно подключение 53-го и 75-го. Это решение общественники поддержали. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новый светофор у Астраханского моста вызвал массу споров в сети на предмет его целесообразности. Появлялись даже сообщения о больших пробках в этом районе. Сейчас он выключен, но отношения горожан к новинке выяснила Анна Герцовская. По воспоминаниям рязанцев, перекресток на пересечении улиц Ленина, Праволыбецкой и Николодворянской раньше был вовсе без пешеходного перехода. Затем он здесь появился. А теперь в момент реконструкции Астраханского моста тут возвели полноценный светофор. На одной из центральных улиц расположены сразу два учебных учреждения. Теперь для школьников, их родителей, а также для студентов светофор станет большим облегчением. Здесь находятся политехнические институты, седьмая школа. Родители говорят, что годами переживали за своих детей, когда те переходили улицу Ленина по зебре без светофора. Очень переживала. Я сама училась в этой школе. Здесь всегда было очень сложно перейти дорогу. Всегда здесь машины. Ну, как бы останавливаются, но это редкость. Правда, пока новый светофор не работает, чтобы не затруднять движение автотранспорта, поскольку при первом его включении произошел коллапс на дороге. Появились большие пробки. Пока что из-за ремонта моста светофор не может полноценно и качественно функционировать. Если здесь нормально отрегулируют работу светофора, то он будет нужен для детей в первую очередь. Потому что, ну, вы понимаете, когда четыре полосы, нерегулируемый пешеходный переход, это неправильно. Это просто необходимость в силу того, что другой возможности здесь не было. А вот насколько он затруднит движение на улице Ленина. Некоторые горожане полагают, что движение на улице Ленина, наоборот, улучшится и повысится безопасность автомобилистов. На этом перекрестке не раз происходили аварии. Я думаю, очень сильно необходим. Я просто из личного опыта знаю, сколько у меня здесь знакомых уже столкнулось. Я думаю, что светофор бы здесь решил огромное количество проблем. И не просто светофор, а светофор, который сейчас ставят с красным еще колечком, вот этот, который модный, со стрелочкой. Очень у многих людей сомнений бы помеха справа или у кого-то помеха слева или сверху, бы этот вопрос точно бы решил. Потому что если светофора нет, то приоритет пешеходов, прежде всего, если по правилам дорожного движения. Ну и, соответственно, у пешеходов может быть большой поток, и машины будут, как бы, движение будет труднено. А так будет по-честному все. Горожане отмечают, что в центре города еще есть места и объекты, которые требуют доработки. В том числе появление новых светофоров. Очень интересное место – это когда Горького выходит на улицу, на площадь Ленина. Так и непонятно в итоге, что решили делать с этим перекрестком. То есть она же должна быть двухсторонней в перспективе, насколько известно. И двухсторонней с выездом на улицу Ленина. И там как раз будет появление этого светофора, дублирующего, в самом площади Ленина. Вот что с этим, как решили, вот это интересно. Потому что это ключевое место, ключевая точка в городе. Будет ли обеспечен выезд с улицы Горького на Первомайский проспект, пока неизвестно. Тем не менее, горожанам хотелось бы уже сейчас увидеть еще одно преображение. Не знаю, почему в связи с перекрытием Ленина Маяковского не сделали двухсторонней. Она полностью позволяет это сделать. Вот это хорошая инициатива. Сейчас. Здесь еще долго будет, как мы понимаем. Водители считают, что улицу Маяковского можно переделать по подобию улицы Горького не только на момент ремонта Астраханского моста, а навсегда. Возможно, даже расширить ее, чтобы здесь было организовано четырехполосное движение. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Профилактическую акцию «Опасный груз» провели в регионе сотрудники Рязанской госавтоинспекции. Задача рейда – пресечение нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Вот и первый водитель. Объяснение – стандартная проверка документов, в том числе сопроводительных. Все это проходит в рамках профилактического мероприятия «Опасный груз». Цель его – усиление контроля за перевозкой опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также для предотвращения аварийности при их перевозке. И нарушители были. В ходе проведения данного профилактического мероприятия сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 5 нарушений. Теперь, как владельцам данных транспортных средств, так и водителям, произойдут очень серьезные штрафные санкции. Сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяют и самому состоянию машин, которые грузы эти перевозят. Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям о необходимости соблюдения правил перевозки опасных грузов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром» в городе Рыбное накрыли очередную наркодилерскую точку. Пара влюбленных прятала расфасованное зелье в коробке из-под детского питания. 300 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения и 20 граммов марихуаны были обнаружены в салоне автомобиля, в котором находились двое жителей города Рыбное. Запрещенные вещества были расфасованы и спрятаны в таре из-под детского питания. В Рязанском районе и областном центре полицейские обнаружили еще несколько свертков с наркотиками, оставленные в тайниках. При обследовании места жительства злоумышленников изъяты электронные весы и упаковочные материалы. Злоумышленниками оказались сожители – мужчина 29 лет и женщина 37 лет. Они подробно рассказали, где и в каком количестве находились наркотики. Спецоперация по задержанию наркокурьеров проводилась с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром». Оперативникам стало известно, что мужчина и женщина являются наркокурьерами и выполняют задания нелегального интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Сожители получали оптовые партии наркотиков из соседней области, транспортировали товар в рыбное и расфасовывали его на съемной квартире. Злоумышленники были задержаны в микрорайоне Недостоева. Они передвигались по Рязани с целью закладки наркотиков в тайники. Теперь сожителям грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Ну и в заключение приятная новость. Журналист нашей телекомпании Валерий Седов стал лауреатом ежегодного творческого конкурса «Хрустальная журавль». По традиции в нем приняли участие журналисты печатных и радиотелевизионных СМИ региона. Награждали победителей номинаций в здании правительства Рязанской области. 13 января в зале торжественных приемов правительства Рязанской области политиков почти не было. Только журналисты. Каждый на почтенном расстоянии друг от друга, все в медицинских масках. Впервые за 17 лет награждение победителей областного творческого конкурса «Хрустальный журавль» прошло в таком необычном формате. Он проводится среди региональных журналистов и редакций СМИ. Цель конкурса всегда одна – привлечение внимания журналистов к освещению социально-экономической и общественной жизни области. Жизнь в регионе меняется в лучшую сторону. Вы знаете и рассказываете об этом. Рассказываете о проблемах, которые мы решаем и будем решать. За это мне хотелось бы особенно вас поблагодарить. Я очень ценю внимание наших журналистов к самым злободневным и важным для граждан вопросам. Работать на благо людей грамотно, ответственно и профессионально – вот наша общая задача. Лучшая работа оператора, звукорежиссера, редакции, районной газеты – номинаций на конкурсе много. Существуют и специальные для тележурналистов. Организаторы конкурса рассказали, что каждый год количество участников и работ растет, а номинации меняются. Герой нашего времени – путь добра. Всего на конкурсе представлено больше 10 номинаций. Специальная номинация «Гордость земли Рязанской». Победителем становится автор серии видеосюжетов о достижениях наших земляков. Валерий Седов, телеканал «Город». Это кадры одного из таких сюжетов. Фридайвер Ольга Давыдова устанавливает рекорд по погружению в ластах в пресной воде. Тогда даже удалось поговорить с чемпионкой, пусть и удаленно. Другой репортаж посвящен победе Анастасии Гасановой на чемпионате России по теннису. Однако журналисты уделяют внимание не только спортивным достижениям. Телекомпания «Город» снимает и остросоциальные сюжеты, рассказывает о достижениях в сфере науки и медицины и о многом другом. А награды на творческом конкурсе только мотивируют журналистов продолжать и улучшать качество работы. И на сегодня это все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv И на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова